Село профинансируют за счет продажи семечек. Необычный бизнес развивается в Сосновском районе. На территории заброшенного агропредприятия в поселке Ясаульске открылось новое производство. На месте пустующих когда-то складов теперь фасуют семена. О переменах на деревне репортаж Екатерина Амелиной. Сотехнологическая цепочка уместилась в двух цехах. По предпринимательским меркам площади, конечно, небольшие, всего 1200 квадратных метров. Зато производительность впечатляет. За одну смену с конвейера сходит порядка 10 тонн семечек. Это раньше в этих цехах было тихо. Теперь без шумозащиты не обойтись. Техника работает на каждом шагу. Первый этап – очистка. Со склада семечки отправляют в так называемый фотосепаратор. В камере семена обделяются от травинок и грязи. Машина заменяет работу 150 человек. А здесь без ручного труда не обойтись. Вот если бы мы руками не мыли, вот эта вся грязь бы осталась на семечке. Потому что в дальнейшем уже идет только жарка и фасовка. Обжаривать зерно тоже техника. По машине перемешивает семена и поддерживает сковородке нужную температуру. Впрочем, без человека здесь не обойтись. У Андрея Деркача ответственная миссия. Он пробует семечки на вкус, проверяет готовность. Примерно 20-25 минут будет время ее обжарки. И как бы в конце уже там за 5 минут я начинаю пробовать. А вообще определяемую степень обжарки вот я ее раскрыл, посмотрел ее в цвет, то есть по цвету можно. Она должна разламываться пополам. Без достоподсолнечно-масливой цеха пришел в 2009-м. До того времени здесь находились машина-тракторная мастерская и склады. Помещения по сути простаивали без дела и вот здесь закипела жизнь. В бюджет района предприятие перечисляет сотни тысяч рублей. Он обеспечил наше поселение рабочими местами. И мало того, что рабочими местами, поступление дополнительным бюджетным средством. То есть бюджет поселения и бюджет Сосновского района. Получается где-то 125 тысяч, значит поступление бюджетных денег. Бизнесмены говорят, они только в начале пути в скором времени в цехах планируют фасовать арахис, фундук и фисташки.